Сейчас на всем доме нет остекленения. Почти что никакого. Вы можете увидеть. Остекленение все стояло. Когда стройку заморозили, люди не думали, что вскоре их дом начнут растаскивать по частям. С дома на профессора Благих уже сняли балконные рамы. Дольщики боятся представить, что будет дальше. Строительные материалы, которые находились в доме, постепенно исчезли. Сейчас мы стали замечать, что у нас остекленение полностью пропало с балконов и с лоджий с первой по десятый этаж. Дом был застекленный полностью с обоих сторон. Дольщики видели, как охранники выносили стеклопакеты и складывали их на заднем дворе. Обманутые челябинцы подозревают, материалы хотят отправить на соседнюю стройку. Охрана все домыслы опровергает. Они убежали, окно бросили, окно разбили. Поэтому мы из балкона убрали, вот они все по счету. Стеклопакеты сзади вагончика стоят. И всей этой истории не случилось, если бы дом сдали вовремя. Четыре года люди пытаются получить ключи от квартир в многоэтажке. Сегодня у нас какой? 21 год. И мы до сих пор еще не получили тут квартиры. И строительство здесь не ведется. Идет столько, какая-то документация оформляется. Три года. Планы разные. Я даже не представляю, что это такое. Когда соседний дом, седьмой, уже давно сдан. Дом возводила фирма «Радуга» Александра Сребрянского. После судов стройку взял на контроль региональный фонд защиты прав дольщиков. Сейчас там проводят гусэкспертизу. После будет назначена новая подрядная организация. Закончить работу планируют в следующем году. Есть законом установленный срок, что дом должен быть достроен в течение трех лет с момента передачи судом этого объекта региональному фонду дольщиков. Но это максимальные сроки, которые установлены из закона. В каждом конкретном случае эти сроки определяют проектировщики. Планом, графиком у нас утвержден срок 3 квартала 2022 года. То есть раньше, чем срок установлен по закону. Дольщики не согласны с этой датой, а не требуют ее пересмотра. Добиться заселения раньше 2022 года надеются с помощью прокуратуры.